Доброе утро! Сейчас у нас 8.06, не знаю, насколько видно, не видно. Ну, короче говоря, я иду сейчас в тренажерный зал. Решила все-таки ходить по утрам, чтобы оно никак не перебивало мой обычный график дневной, потому что времени и так ни на что не хватает, поэтому лучше вставать на час раньше, но быть уверенной в том, что я, в общем-то, успею сходить в спортзал. Дядя, вот скажите, почему жизнь такая несправедливая? Все сникерс я могу меньше, чем за минуту, а для того, чтобы его нейтрализировать, приходится бегать 4,5 километра. 40 минут я уже бегу. О, блин, пойду убью себя об стену. Ребята, хотите приколы? Вот мне дали ключи от моего шкафчика в раздевалке. И я что-то забыла, что у меня 56 номер, и я по ошибке засунула ключи в 58. Та-да-да-да! И здесь чужие вещи. Прикольно, да? Я, конечно, ничего воровать оттуда не буду, закрою его обратно, но как-то меня это настораживает маленько. Мне интересно, а к другим оно подходит? Нет, к этим? А вот к этим тоже подходит. Вот. Теперь понятно, почему вот такие вот бумажки висят здесь на каждом углу. Прикольненько! Блин, а я в этом шкафчике еще оставляла вот эту камеру, на которую я сейчас это все снимаю Теперь, наверное, не буду оставлять, потому что вообще это жесть Тебе дают вроде бы как твой ящичек, к которому ни у кого нет доступа Но на самом деле, открывай любой, бери что хочешь, в общем-то, как-то меня это совсем не впечатляет Иду уже сейчас домой, какой-то ветер поднялся такой страшный Вообще по графику я сейчас должна была бы гулять с Эмиком, но вчера мы сделали небольшую глупость И ему где-то к часам 8-9 даже вечера дали пожевать косточку такую из магазина Обычную косточку такую, скажем так, развлекаловка для них, тренировка зубов и так далее и тому подобное И, в общем-то, после нее он выпил целые две миски воды И я сегодня с утра проснулась от того, что он в 5 утра начал метаться по квартире просто как бешеный Из-за того, что очень-очень сильно хотел в туалет И, в общем-то, Никите пришлось в 5 утра с ним идти гулять, потому что, ну, просто это было ужасное зрелище Он хотел в туалет, но он аж дрожал весь, потому что он понимал, что дома нельзя Так что, да, гулять я с ним уже сегодня не пойду Вот, сейчас просто иду домой кушать Сейчас уже намного позже, где-то, наверное, обеднее время Я успела снять для вас два видео Одно из этих видео такое, о котором, наверное, я немножко переживаю Потому что я не знаю, как вы его воспримете Но, тем не менее, надеюсь, что вам понравится моя идея и то, о чем я буду рассказывать В общем-то, да, сейчас я уже отсняла эти видео Сейчас мне еще нужно тоже крупный план на некоторые продукты показать, тоже отснять И на сегодня в этом плане я уже буду свободна Потом поеду еще посылки заберу, если мне какие-то приехали Ну и, в принципе, посмотрим, куда день нас заведет Вот буквально только что приехал заказ Зоева, который клиентка заказывала через Симплум И хотела вам его показать, потому что здесь много интересного И меня часто спрашивают, какие кисти я рекомендовала бы Я однозначно рекомендую Зоева Потому что за такие копейки, можно даже так сказать Это просто потрясающее качество И даже если вообще не брать во внимание цену То качество кистей Зоева просто замечательное Мне очень нравятся эти кисти И многие говорят, что они такие, они уже и бюджетные Но там есть полноценные наборы за 65 евро И 65 евро за полноценный набор Это очень мало на самом деле Потому что если мы можем себе позволить купить палетку Naked за 54 доллара Которая нам завтра уже надоест Или не завтра, так там через полгода То купить за 65 евро кисти мы точно можем Тем более, что они будут служить на протяжении очень многих лет Так вот, давайте я вам сейчас покажу В общем-то, что в этот заказ входило Что она заказала Потому что заказ у меня очень классный Я сама бы с удовольствием себе такое заказала И вот здесь внутри было два набора кистей И четыре палетки Вот эти четыре палетки называются Story Palettes Kit То есть они идут все вот так вот в комплекте И стоит это все дело, по-моему, чуть больше там 50 евро Или 60 евро Что-то вроде этого Ну, в любом случае, кому интересно Я цену внизу оставлю На официальной сайте, вы сможете посмотреть Также здесь еще в наборе Rose Golden Luxury Set И потом еще вот этот называется Rose Golden Complete Eye Set И, в общем-то, да Я не буду сильно распаковывать тут Потому что не хочу, чтобы эти кисти как-то загрязнились Но просто покажу вам, какие сюда входят в комплект Вот эта кисть вполне ей можно носить тональную основу Это какая-то для пудры, там, для бронзера Для румян Для каких-то, может быть, там, консилеров И здесь есть три кисточки для глаз Одна такая стандартная растушевочная Такая, как по типу Sigma E25 Mach 217 и так далее Тоже здесь есть вот такая вот Более детальная растушевочная кисточка Просто офигенская вообще Она маленькая, действительно детальная И хорошо держит эту форму И тоже скошенная кисть здесь очень классная Вот такая вот она У нее очень хороший срез И для того, чтобы оформлять брови Делать подводку Это очень-очень классная штука И наборы для глаз у них вообще просто Выше всяких похвал Кстати, если спросите меня Сейчас у них вышла тоже Rose Gold такая серия Но там, где ручки светлые И вот эти вот основания из розового золота И там набор, который называется тоже Luxury Set, по-моему Или как-то Premium Set Как-то я не помню точно, как он называется Он просто идеально собран Там есть все кисти для лица самые нужные И все кисти для глаз самые нужные Опять-таки я вам ссылку оставлю внизу Кому интересно Для начинающих визажистов Для любителей косметики начинающих Вот того набора с головой просто достаточно Для того, чтобы сделать любой макияж Так вот Если говорить о наборе чисто для глаз То опять-таки здесь какая-то вот такая вот кисточка есть Для консилера Там может быть еще для чего-то Очень маленькая детальная такая растушевочная Растушевочная кисть Такая вот синтетическая В принципе много ей можно найти применения И здесь что мне очень нравится Здесь смотрите Раз, два, три, четыре Ну ладно, раз, два, три Кисти растушевочные разной формы Одна такая более классическая Вторая более вытянутая И третья такая как бы Более такая как кисть-карандаш Но она немножко более такая гуляющая И соответственно кисть-карандаш тоже здесь есть Потрясающая тоже кисточка вот эта Вот для нанесения теней Отличный у нее размер Форма Аналог 239 от MAC Практически полный аналог 239 кисти Маленькая тоже такая детальная кисточка Кисть для подводки В общем-то они продуманы, мне кажется На пять с плюсом эти наборы Я их с огромным удовольствием могу рекомендовать Потому что качество и продуманность наборов Действительно очень хороший И давайте еще пройдемся по палеткам Первая называется Retro Future Насколько я понимаю И в ней вот такие вот оттеночки Первый такой классический матовый Потом такой с зеленцой немножко оттеночек салатовый Оранжевый Настоящий такой золотисто-бронзовый Розовый Да, в общем-то вот такая вот палеточка И что мне нравится Это и упаковка Она настолько лаконичная Ничего лишнего нет Я очень люблю, когда вот они такие тоненькие Много места не занимают На Larac Pro тоже похоже Но в чем плюс этой В том, что она так сильно не будет пачкаться Как Larac Pro Потому что это просто обычный картон Дальше идет палетка, которая называется Love is a Story И здесь уже вот такие вот оттенки теней Есть тоже яркие Есть какие-то такие более интересные Вот этот вот такой матовый Теплый коричневый оттенок И рядом с ним очень интересный Золотисто-бронзовый такой оттеночек Еще здесь из интересных Вот такой вот аквамарин какой-то Просто бешено Какой-то яркий Следующая палетка называется Rodeo Bell И это такая уже более яркая Вырви глаз, наверное, палетка Здесь нейтральных оттенков довольно-таки мало Вот, наверное, первый, второй И последние три Вот, можно их отнести к нейтральным И все остальные такие очень интересные Вот этот на камере выглядит каким-то синим Но на самом деле, мне кажется, что это не синий Это такой серо-черный оттенок Вот, это, да Rodeo Bell называется И самая последняя палетка Называется Natural Yours Наверное, это сейчас будет самая такая нейтральная Да, так и есть Она очень такая в нейтральной гамме Все как любит большинство девушек Матовые оттенки здесь я вижу Шиммерные В принципе, тоже очень классно продумано Вот это матовый Вот это матовый оттенок Вот это матовый Этот и вот этот В принципе, абсолютно все, что нужно То есть, какой-то светлый оттенок Вот этот будет отлично работать, как затирка Если нужно какие-то ошибки исправить Вот это телесный оттенок Какой-то средний Темный И еще более темные оттенки В общем-то, все матовые здесь есть Тоже я знаю, что многие любят вот такие вот оттенки Это такой Как бы серовато Даже не знаю С каким-то таким интересным переливом Оттенок В Naked 2 тоже есть вот такие похожие оттенки И многие любят с ним делать дневной макияж Ну и какие-то светлые оттеночки Тоже здесь есть шиммерные Бронзовые Там темно-бронзовые В общем-то, да Вот такая вот палеточка Которая называется Naturally Yours И вот я уже подготовила Две посылки для отправки клиентам Сейчас поедем с вами их отправлять Ну вот мы и приехали Пошли отправлять посылки Итак, улов сегодняшнего дня Это посылка Анастасия Броверли Хиллс Вот такая вот Потом это посылка Слив еще у меня одна есть Здесь еще письмо Супермаркета И это Майнкоин, судя по всему Я так думаю Потому что что-то мягкое И зачастую китайцы в такой упаковке Что-то присылают В общем-то, да Кто заказывал Анастасию и Слив Девчонки, ждите в ближайшее время посылочки Время купить немножко еды Так, супермаркетом мы справились Я купила тут, в принципе, всякую помелочевку Замороженную овощи купила Кофе, конечно же Как без него Я без кофе вообще ни одного дня, наверное, прожить не смогу Потом купила еще куриную филешку Думаю, сегодня сделать что-то побыстричку Потому что у меня не будет времени много Вечером у нас еще дофига работы Посылки вам надо будет паковать И видео редактировать И купила тоже спагетти и масло В принципе, это все Я, кстати, это все нагрузила в обычную сумку Я взяла с собой пакет Но я его забыла, как всегда, в машине И я всегда в супермаркете Выхожу вот так вот, все в руках несу А потом в машине перезагружаю Это все в пакет Ну, мне, честно говоря, меня жаба давит Покупать ненужный мне пакет Если у меня в машине он есть Ну, в принципе, и все С обычными такими делами дневными Ой, мама, какая яма Ух Вообще, после зимы у меня такое впечатление Что дороги просто нет Вот посмотрите Как вообще Как вот вообще можно вот по такому ездить Вот объясните мне, пожалуйста И как нужно ездить, чтобы образовались вот такие ямы Ну, вот реально, люди Сейчас проедет эта машина Я вам покажу Вот Что нужно делать, чтобы образовывались вот такие вот ямы Я не понимаю, честно говоря И сейчас весь город просто вот в таких вот ямах Жесть Ну, что, поехали с вами за Семиком И еще немножко с ним прогуляемся тоже Где мой Семик? Где мой Семик? Семик? Пушкин Что, пойдем гулять? Семик, гулять пойдем? Да? Здесь О, еще Малыш Пойдем 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 Семик Семик, стой Давай я тебя пущу Давай я тебя пущу Стой Так Стой, 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 стой Стой, стой Стой Все, иди гуляй Иди гуляй Давай, иди гуляй День, конечно, получился не такой уж прям и сильно интересный Ну, так вот, в принципе, выглядит большинство моих дней Работа, какие-то съемки, редактирование видео Там почты, всякие банки В общем-то, да, это мой день еще вот С Семиком, конечно же, обязательно нужно гулять Остаток вечера я проведу, скорее всего, дома Буду редактировать видео Мне сейчас довольно много видео надо будет сделать И что еще, нужно приготовить ужин Да и, собственно, поужинать Надеюсь, вам было все-таки интересно провести этот Блин, эти волосы Надеюсь, вам было все-таки интересно провести этот день со мной И увидимся в следующих видео Пока Пока